Ребята, всем привет! Вы с Аленой в моем канале и сегодня мы с вами говорим, что произойдет, если действительно 14 дней принимать холодный душ. Во-первых, ежедневное принятие холодного душа укрепляет иммунную систему, увеличивается выработка лейкоцитов, которые борются с патогенами, происходит всплеск адреналина, с помощью холодного душа можно вообще улучшить качество жизни и настроение. Это может преодолеть депрессию, выйти из мрачного состояния. Также душ помогает в борьбе с лишними килограммами. Под действием холодного душа вырабатываются действительно новые эндорфины. Холодный душ улучшает чувствительность к инсулину, если у вас действительно инсулин-резистентность. И холодный душ помогает расширять антиоксидантные сети и уменьшает повреждения ДНК. Соответственно, душ помогает снизить уровень кортизола, то есть снижает стресс. Холодный душ ускоряет восстановление после тренировок. Как правильно принимать холодный душ? Ну, просто начать принимать и пробовать. На следующий день увеличивать, просто увеличивать, увеличивать, увеличивать дозу. И, соответственно, будет вам счастье. Но есть система обратной связи. При внешнем воздействии холода тело нагревается изнутри за счет кровообращения. Когда принимаете холодный душ, то наоборот тело охлаждается изнутри. Соответственно, поэтому горячий душ перед сном более полезен. Он охлаждает ваше тело и будет, соответственно, вам помогать. Если у вас проблемы с инсулином, с депрессией, со стрессом, с хроническими воспалениями, это то, что вам точно-точно поможет. И сохранит ваше долголетие, нейронные связи. И, соответственно, поможет восстановить чувствительность к инсулину. Во многих случаях могу сказать, что это и энергия, и обмен веществ. И, соответственно, работа с когнитивными функциями. Если у вас есть такая проблема, то, соответственно, это может повлиять на ваше состояние. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, что вы пробовали и было ли вам полезно. Я с радостью отвечу.